Приветствую, друзья. Все в этом мире познается в сравнении. Можно ли российские выборы, имевшие место до 2020 года, называть честными и несовлифицированными? Ну, конечно, нет. Мы все помним, как в 2019-м на выборах в Мосгордуму сначала не зарегистрировали, а потом посадили под арест почти всех независимых кандидатов. В 2018-м на выборах президента Путин соревновался только с теми, кого он сам отобрал. А его результат был обеспечен принудительным голосованием бюджетников. В 2016-м выборы в Госдуму подарили нам впечатляющие наборы с каруселей вбросов голосованием по открепительным и других нарушениям в пользу Единой России. Апофеозом стали совпадающие до десятых долей процента результаты партии власти в Саратовской области. Ну, а грандиозные подтасовки на выборах 2011-го года. Они привели к крупнейшим протестам в Москве на Болотной площади. Ни одни выборы при правлении Путина нельзя назвать честными. Ну, может быть, приблизительно в самом начале 2000-х. Да и то вряд ли. Но по сравнению с тем, как прошло голосование за поправки в Конституцию, все предыдущие выглядят теперь относительно неплохо. Может, для этого они так и делались. Эпидемия ковида серьезно ударила по гражданам. Доходы населения и так снижались уже несколько лет, а тут еще вызванный коронавирусом обвал экономики. Мы все помним растерянного Путина, который пережидал и, по-моему, еще пережидает эпидемию в бункере и заставлял всех перед встречей с ним отсиживать двухнедельный карантин. В то время, когда все страны тратили десятки процентов ВВП на поддержку людей, наше государство самоустранилось от помощи гражданам, переложив все проблемы на плечи работодателей. Объявляю следующую неделю нерабочие с сохранением заработной платы. В результате это привело к тому, что малый и средний бизнес в нашей стране, похоже, вообще не остался. А работавшие в нем миллионы людей сейчас думают, чем кормить семьи. Ну, как говорится, кому война, а кому мать родная. Или в нашем случае, кому ковидные времена, а кому еще одна возможность пожулить. Под предлогом эпидемии голосование по поправкам в Конституцию прошло по новым правилам или вообще без правил. Голосовать можно было где угодно. На улице, на участках, на пеньках, в тележках из супермаркетов. Голосование длилось неделю. Работа наблюдателей была осложнена так, что рассчитывать приходилось только на честность избиркомов. Результатом такого голосования стала не просто некоторая корректировка реального волеизъявления. Разница между независимо подсчитанными и официальными результатами стала просто радикальной. Власти этот эксперимент, конечно, понравился. Теперь они хотят распространить такой порядок на все выборы. Для этого Дума в срочном порядке приняла поправки в федеральный закон о выборах. Причем даже это было сделано не без мошенничества. Депутаты не стали сами вносить скандальный закон. Они взяли внесенный еще Дмитрием Медведевым законопроект, который был принят в первом чтении в 2012 году. И который был вообще другом. Вот они взяли уже прошедшее первое чтение законопроекта и переписали его во втором чтении, полностью изменив смысл изначальной инициативы, что, конечно, незаконно. Но депутатам, видимо, закон не писан. Они его пишут сами. И вот теперь все выборы в нашей стране будут проходить по ковидной процедуре. Вот оцените жульничество. Сначала проводят голосование посреди эпидемии, потому что жуть как хочется обнулиться. Затем вводят особые правила проведения голосования якобы ради заботы о здоровье граждан. Хотя есть такие заботливые, то могли бы и перенести голосование. Ничего бы не случилось, во всяком случае, для страны. Про Путина не так уверен. Но затем они выясняют, что новые правила очень удобны для фальсификации и решают оставить их навсегда. Ну или мы что-то не знаем. Или эпидемия теперь навсегда. А как же тогда наша знаменитая вакцина? Она же настолько надежная, что в отличие от западных вакцин, может проходить тестирование не до выпуска, а после. И не на добровольцах, а уже на пациентах. Шутки шутками. Хотя, честно говоря, я не уверен, что вынужденным сейчас прививаться неиспытанной вакциной чиновникам сейчас до шуток. А вот изменение в процедуру голосования, оно для всех нас дело серьезное. Как я уже говорил, по отношению к оппозиции, правила проведения выборов никогда не были честными. Независимых кандидатов не регистрировали. На них оказывали физическое давление. Им не давали агитировать. А итоги голосования нещадно фальсифицировались. Но даже несмотря на это независимые кандидаты умудрялись добиваться пусть относительного науспеха. Кремль всегда искал надежный, но не слишком людоедский способ управления результатами выборов. То есть как бы выборы по сути отменить, но формально вроде бы как оставить. Помогла эпидемия. Судите сами. По новому закону выборы могут проходить в несколько дней. Голосование может проходить не только на участках, но и вне их. То есть везде. Наблюдатели на региональных и муниципальных выборах могут следить за законностью процедуры только по месту прописки. Звучит формально и не очень страшно. Но только на первый взгляд. Объясняю в чем проблема. Представьте, вы играете в футбол. И ваш соперник подкупил судью. Поэтому ваших игроков удаляют. Нарушения со стороны ваших соперников не замечают. А ваши ворота постоянно назначают пенальти и штрафные. Представили? Ну, так вот это игра по старым правилам. А по новым вы только выходите на стадион, а вам уже говорят. Счет уже 5-0. И не вашу, конечно, пользу. Просто, знаете ли, у нас новое правило. И матч идет уже несколько дней. А вот вам в предыдущие дни уже столько назабивали. Это ровно так сейчас и работает. Избиркому в сам день голосования уже можно не мухлевать. Для этого есть досрочное голосование, которое теперь становится законом. Оно и раньше использовалось. Но тогда в законе хоть какие-то ограничения были. А теперь их нет. И наблюдатели нам с вами не помогут. Ведь голосовать можно где угодно. А за всеми не уследить. Вообще, смысл наблюдения на выборах в том, чтобы ни на секунду не выпускать из виду две вещи. Чистые бюллетени и урну для голосования. А если голосовать можно где угодно и как угодно, задача даже теоретически невыполнима. Даже если обеспечить наблюдателями каждый пенек и тележку из пятерочки, ночью-то как быть? Раньше важной для наблюдателей задача было остаться после голосования на участке до ночи, чтобы не дать подменить протоколы. Но если голосование идет три дня, то по ночам бюллетени и урны будут оставаться без присмотра, вбрасывая не хочу и вбросят. В этом смысл изменений. Изменения в законодательстве о выборах должны были вступить в силу после этого единого дня голосования. Но ЦИК испугался. Возможно, результаты независимых кандидатов. И в нарушении закона распространил новые правила на выборы 13 сентября. Мы, конечно, обжаловали это решение. Но Верховный суд выдал офигительный результат. Смысл которого сводится к тому, что если ЦИК принимает незаконное решение, то отменить его нельзя, поскольку решение принято в рамках его полномочий. Эй, Верховный суд. Сам-то понял, что сказал? Вот охранник у тебя стоит. Жать на спусковой крючок его полномочия. А если вы в прицеле, возражать нельзя? Чего ж так сильно испугались власти? 13 сентября пройдут до выборов в Думу, а также несколько губернаторских, региональных и муниципальных выборов. На многие из них оппозиция выставила сильные конкурентоспособные команды. Это и наша команда объединенных демократов. Кандидаты, поддержанные умным голосованием. И команда городских проектов Максима Каца. Несмотря на то, что выборы этого года кажутся не очень значительными, все же это и не президентские, и не думские. Но такого противодействия независимым кандидатам я лично не припомню. Наша команда объединенных демократов оказывает поддержку кандидатам на муниципальных выборах в Ивановской, Владимирской, Новгородской области, а также в Республике Татарстан. Вот вместе мы сумели добиться регистрации более чем 500 кандидатов при очень небольшом проценте отказа. И не потому, что не хотели отказывать. Просто мы, наши юристы и технологи, подготовили документы с таким запасом, что отказать было непросто. Но власти на всех уровнях боятся, как мы уже сказали, независимых кандидатов. За время этой кампании многие мероприятия объединенных демократов пытались срывать. В штабы приходили с обысками, активистов и кандидатов арестовывали. В какой-то момент силовики смогли установить что-то даже вроде рекорда. 9 сентября в рамках противодействия кампании объединенных демократов было проведено 20 обысков в один день. 20. Причем все по так называемому делу ЮКСа. На самом деле по приватизации в 95 году кампания Апатит. Кстати, обыск в МБХ Медиа был уже второй за последние два месяца. Что по делу 95 года могло за последние два месяца появиться в офисе МБХ Медиа? Правоохранители этого не уточнили. Впрочем, и изымать на этот раз тоже ничего не стали. Простое запугивание. Массовые обыски означают только одно. Мы все делаем правильно. И у нас есть шанс на успех. Несмотря на все те проблемы, которые созданы новым законом. Это справедливо и в отношении наших коллег по демократическому лагерю. Им тоже досталось в эту кампанию. Власти боятся наших побед на этих выборах. Боятся дальнейшей политизации общества. А значит, наша задача сделать именно то, чего они боятся. Если в вашем регионе, в вашем городе, в вашем поселке 13 сентября проходят выборы, участвуйте в них. Если на вашем участке есть кандидаты от объединенных демократов, поддержите их. Если есть от умного голосования, поддержите их. Если от городских проектов, тоже поддержите. Если у вас на участке есть несколько кандидатов, поддержанных разными оппозиционными силами, выберите того, кто вам лично ближе и проголосуйте за него. 13 сентября будут несколько непростых для власти голосований на губернаторских и региональных выборах. Сделаем власти неприятно. Наши с ней интересы точно совершенно противоположны. 13 сентября будет достаточно много выборов на муниципальном уровне. Голосуйте за независимых кандидатов. Этим вы поможете молодым оппозиционным политикам, которые начинают с этого свою политическую карьеру. Этим вы поможете себе. Мундепы играют важную роль при выдвижении на мэрских и губернаторских выборах. Посмотрите еще раз на тот уровень прессинга, который власть оказывает на независимых кандидатов на этих выборах. Это неспроста. Им есть чего бояться. Давайте вместе это докажем на голосовании. Всего хорошего. Продолжение следует...